Давайте вначале обсудим тему, максимально актуальную сейчас, это событие на Запорожской атомной электростанции. И вот визит, который должен состояться вот-вот представителям ГАТЭ. Ситуация на Запорожской атомной электростанции представляет не только опасность с точки зрения гуманитарной, но это ядерная опасность, это опасность ядерной катастрофы в центре Европы. И это не только наша проблема, это проблема всего мира. И то, что наконец-то МАГАТЭ смогла отправить на Запорожскую атомную электростанцию свою миссию, это уже огромный плюс. И надеюсь, что первая миссия попадет все-таки на ЗАЭС, потому что, ну, может у них яйца покрепче, чем у ОБСЕ или Красного Креста, которые при первой же возможности говорят, извините, нам не обеспечили безопасность, мы ретируемся. В данном случае от этой миссии зависит безопасность без преуменьшения всего мира. Очень хотелось бы, чтобы по результатам этой поездки были приняты не только технические решения, как это часто бывает в организациях подобного рода, а и политические, военно-политические. Например, мне очень хотелось бы, наверное, как и всем украинцам, и, может быть, даже всем европейцам, чтобы в результате мировое сообщество добилось демилитаризации атомной электростанции, а возможно, как и предлагают наши балтийские союзники, наши партнеры, введение туда международного контингента, который бы обеспечивал безопасность этого крупнейшего в Европе ядерного объекта. Наша трансляция на «Злом утре» называется «Радиоактивный пепел в России». В случае аварии, в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции, затронет ли территорию России последствия этой аварии? Ну, все зависеть будет, не дай бог, все будет зависеть от размера выбросов радиоактивного, который может произойти в результате аварии. В Запорожской АЭС шесть энергоблоков. Ну, вот вспомните, что было при взрыве одного энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. Если произойдет авария подобного уровня, то буквально пару дней назад публиковалась «Карта с розой ветров», то в эти дни как раз ветер дует на юго-восток, и радиоактивное облако накрывает не только весь юг и юго-восток Украины, но и значительную часть Краснодарского края, Ростовской области, красивых и тучных районов Российской Федерации. Тут надо еще понимать, что на разных... кроме того, что приземная роза ветров существует, еще есть роза ветров в верхних слоях атмосферы, которые могут быть направлены в разные стороны. Повторюсь, опыт Чернобыльской атомной электростанции аварии на ЧАЭС свидетельствует о том, что из-за того, что на разных слоях атмосферы были разные направления движения атмосферных потоков, радиоактивные языки расползались по нескольким направлениям и достигали, в частности, Швеции и Балтийских государств. — То есть гипотетически может даже достать спокойно до Москвы? — Не гипотетически, а вполне может. — Вполне может. А еще один вопрос касаемо как раз этой ситуации. Сейчас миссия МАГАТЭ остановилась в 20 километрах от... попав практически не под обстрел конкретно, но опасаясь обстрела. Как вы считаете, сегодня удастся миссии МАГАТЭ доехать, добраться до непосредственно Запорожской атомной электростанции? Или все-таки россияне будут чинить сопротивление, делать все, чтобы те туда не попали? — Все будет зависеть от твердости намерений этой миссии. От твердости намерений ООН, от готовности их выполнить свое задание. Так, предварительные фотографии у них практически как спайдер-мены. фотографировались, надеясь, что этот имидж, этот настрой они сохранят до конца. И даже если они не смогут попасть на атомную электростанцию сегодня, то они попадут завтра, послезавтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok